Всем привет! Меня зовут Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Ранее я уже упоминал о том, что в некоторых регионах России, в частности у нас в Татарстане, автоинспекторы начали применять мобильные комплексы фото-видеофиксации, которые устанавливаются прямо в салоне автомобиля, либо в багажнике. Количество таких регионов с каждым днем увеличивается. Такие комплексы снимают нарушителей как в стоячем положении, то есть стоя на обочине, так и прямо во время движения, причем как на попутном направлении, так и во встречном. К примеру, в Архангельской области автоинспекторы начали применять мобильный комплекс фото-видеофиксации под названием «Оракул». Как рассказали в местном ГИБДД, на автомобильных дорогах федерального значения Архангельской области ежедневно работают мобильные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД «Оракул Инсайт». Прибор устанавливается на автомобиль и осуществляет фиксацию правонарушений как во время движения, так и в стационарном положении. Он ведет одновременно измерения сразу четырех полос движения. Максимальная скорость контроля достигает 350 км в час. Комплекс фиксирует нарушения, связанные с выездом на встречку и несоблюдением скоростного режима. Только за один день дежурства, 13 июля 2023 года, с помощью «Оракула» архангельские автоинспекторы выявили более 400 случаев превышения установленной скорости движения. И вот вы видите примеры материала фото-видеофиксации. К примеру, на фото видно на встречной полосе едет автомобиль Volkswagen Polo. Разрешенная скорость 60 км в час, фактическая скорость 122 км в час. Направление встречное. Следующий у нас фургон Volkswagen. Разрешенная скорость 90 км в час, измеренная скорость 140 км в час. Направление попутное. Следующий опять же фургон, но уже Ford Transit. Разрешенная скорость 60 км в час, фактическая скорость 143 км в час. Направление попутное. Таким образом, практически в каждом регионе России такие комплексы сейчас уже функционируют. И водители-нарушители, которые превышают, к примеру, скоростной режим, могут даже не заметить такой комплекс фото-видеофиксации. То есть, они узнают об этом только когда им уже придет письмо счастья со штрафом. Кстати, если вы хотите получать кэшбэк в размере 5% за оплату штрафов ГИБДД, проезда по платным трассам, платную парковку в Москве, покупку автоуслуг и автозапчастей, а также максимальный кэшбэк 10% за заправку своего автомобиля, вы можете, как и я, заказать себе автомобильную дебетовую карту Тинькофф Драйв. Лично я использую эту карту для всех расчетов, не только по автомобильным тратам, и ежемесячно мне приходит кэшбэк от 2 до 3 тысяч рублей. Более того, сейчас действует интересная акция для новых клиентов банка, у которых ранее не было дебетовых карт Тинькофф. При заказе этой карты по моей ссылке, если вы в первый месяц потратите 3 тысячи рублей, то вам вернется тысяча рублей в виде бонусов. Все подробности и ссылку я оставлю в описании под этим видеороликом. Спасибо, что рассмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу? Свои мнения мы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!